МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В МЧС сразу же на место трагедии выехали оперативные группы МВД, МЧС, скорая помощь. Всего полтора десятка человек. Поднимали тела утонувших спасателей-водолазы. Операция заняла около двух часов. Все осложнялось тем, что машина лежала в перевернутом положении. Двери и стекла были заблокированы. Водолазам пришлось разбивать боковые стекла под водой. Оба погибших на вид 50 лет. Жители села Советская Хакасия. Лед был очень тонкий, где-то 5 сантиметров. Значит, глубина небольшая, в принципе, 7 метров. Но, тем не менее, машина почему-то заехала на лед. Хотя это даже были не рыбаки, а просто отдыхающие люди. Где-то на природе, по-видимому. По-видимому, наверное, неадекватные. Еще раз я хочу предупредить. Население не только рыбаков, но и все население отдыхающихся. А и рыбаков, в том числе, что выезд и нахождение на льду опасно для вашей жизни. Что вода нам ошибок не прощает. Две управляющие компании Абакана признаны банкротами. Причин, как оказалось, достаточно. Несовершенство жилищного законодательства. Неплатежи населения, как следствие, долги перед ресурсоснабжающими организациями. Но причины банкротства сейчас меньше заботят собственников квартир в домах, которые обслуживали эти организации. Куда важнее понять, что делать дальше. Ситуацией разбиралась Елена Крылова. Две управляющие компании в Абакане за прошедший год ушли в минус на 45 миллионов рублей. Арбитражный суд признал банкротом домсервис и ЖУ-1. До полной ликвидации им остается полгода. Сейчас за ними присматривает конкурсный управляющий. Задача которого максимально погасить долг. То есть продать все, что можно, и вернуть деньги ресурсоснабжающим организациям. Обоих директоров персонал не видел с 28 ноября, дня оглашения приговора. На месте банкротов уже формируются ЖЭКи, эталон и гарант. С тем же руководством и персоналом. Они приходили к нам, говорили, что давайте мы напишем на эту фирму. И завтра же все ваши долги аннулируются, и все пойдет с нуля. Точно так же уже отработал ЗОЧИ. В Хакасии первая организация, которая признала себя несостоятельной. Должен, сейчас скажу, как ЗОЧИ, 27 миллионов 610 тысяч 516 рублей. Тоже перспектив позыскания задолженности ЗОЧИ уже никакой. У ЗОЧИ было начало, а сейчас уже масса вообще началась. То есть, вот уже можно сказать... Процесс идет нарастающий, лавинообразный. Следующие в очереди на то, чтобы сменить название, Теплый дом и ЖУ-6. Долги 21 и 18 миллионов соответственно. Еще пример управляющая жилищная компания Преображенская. У нее всего один дом и уже с долгом больше 2,5 миллионов рублей. В ближайшее время правительством Российской Федерации будет принято решение о лицензировании управляющих организаций. И когда будет лицензирование, то вновь образовавшиеся такие компании на базе старых обанкротившихся, они не смогут получить лицензии и тем самым осуществлять свою деятельность. Потому что для того, чтобы получить лицензию, будут необходимы такие критерии, как практика, опыт работы в этой сфере, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. У двух жеков-банкротов сегодня больше сотни домов в Абакане. В жилом спеце обещают, жильцы ничего не почувствуют. В проигрыше остаются только поставщики. Ведь каким бы ни был долг, котельная перестать топить дом не может. Елена Крылова, Сергей Казмин, Вести, Хакасия. Сотрудница почты, присвоившая деньги пенсионеров, осуждена. 25-летняя сотрудница ведомства получала на руки деньги, предназначенные для выплаты пенсии в Абакане. Однако до получателей они так и не дошли. Ущерб от действий мошенницы составил около 600 тысяч рублей. Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась содеянным. Однако ущерб возместить не смогла. Суд назначил аферистке один год четыре месяца исправительной колонии общего режима. Центр кикбоксинга Хакасии сегодня в центре внимания. Прославленный вид спорта переживает кризис. Занятия прекратились сразу же после смерти основателя кикбоксинга в республике, заслуженного тренера России Вячеслава Лопоуха. Какое будущее у кузницы чемпионов сегодня, выясняли наши корреспонденты. Хакасия едва попрощалась со знаменитым тренером Вячеславом Лопоухом. Как его наследие, клуб кикбоксинг стал яблоком раздора. Руководство федерации заявили, договор аренды спортзала расторгнут. Несмотря на то, что срок по бумагам до 2016 года, вслед пошли просьбы отозвать аккредитацию. Причем за подписью Алексея Лебедя, на то время уже экс-президента спортивной организации. После звонка Алексея Ивановича Лебедя, он подтвердил то, что он бумаг, а таких не подписывал. Это сделано все только для того, чтобы выжать федерацию из помещения, все это перевести на коммерческую основу, насколько я знаю. Кузницу чемпионов Вячеслав Лопоух создал буквально на пустом месте. Единственное в Хакасии место тренировок столь высокого уровня, спортзал кикбоксинг, находится в подвале 12-й школы Абакана. Он пришел 20 лет назад, этому клубу где-то 20 лет, и там был школьный тир, было что один фонарь висел, и деревянные, бетонные полы. Всем был зал дорог, все как бы хотели бы вернуться туда, потому что я вот, например, 15 лет провел своей жизнью, а там больше, наверное, появлялся, чем дома. Через этот зал прошли более трех тысяч спортсменов. Результаты – победы на престижных чемпионатах России и мира. Кикбоксинг – один из немногих клубов, где способных детей тренировали бесплатно. Сегодня занятий нет, зал опечатан. Директор 12-й школы Наталья Витошкина встретиться с журналистами отказалась. Но судя по тому, как персонал школы отреагировал на нашу съемку, вопрос решен. Нам сказали, вот это все снять, убрать, а зачем это делать? Снять, убрать? Конечно, у нас же никого нет. Действительно, Минспорт подтвердил информацию. Руководство кикбоксинга, в том числе и зала, сменилось. У федерации отозвали аккредитацию. На смену ей пришла новая. Вот новая прошла стандартную процедуру в соответствии с федеральным законом о физической культуре и спорте в Российской Федерации. Сейчас наша первоочередная задача выстроить конструктивные рабочие отношения с вновь избранным президентом Республиканской Федерации. Какую политику выберет новая федерация, станет ясно в ближайшее время. Минспорт ведет переговоры, но удастся ли сохранить бесплатные тренировки хотя бы для способных спортсменов, стопроцентной гарантии никто не дает. Между тем, Вячеслав Лопаух-младший намерен доказать подложность писем, потопивших организацию, и восстановить прежнюю федерацию кикбоксинга, спорта, которому его отец посвятил всю свою жизнь. Ольга Стельмах, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. 29 долгожителей республики получат персональные поздравления от президента России. Среди них и столетняя жительница Абакана. Еще 7 юбиляров отмечают 95-летие, остальным пенсионерам по 90 лет. Наибольшее количество декабрьских юбиляров проживают в Абакане – 12 человек. Кстати, все именинники – ветераны Великой Отечественной войны. Всего же в 2013 году открытки от президента России получили 375 долгожителей Хакасии. Сегодня в стране отмечают День Героя Отечества. Праздник не так давно вошел в календарь знаменательных дат России, хотя имеет достаточно богатую историю. Именно в этот день, еще до революции, чествовали всех без исключения служащих армии, от простых солдат до высшего командования. День Героя Отечества После перерыва напору «Саян» «Байкал Энергия-2» так и не смог противостоять. Итог встречи – 11-1 в пользу Хакасии. Таким образом, «Саяны» заняли вторую строчку группового списка в высшей лиге, имея в запасе 21 очко. Следующая встреча состоится также в домашних стенах с лидером группы «Енисеем-2» из Красноярска. Две игры запланированы на 14 и 15 декабря. Это были все новости к этому часу. Далее смотрите программу «Культура Хакасии». Хорошего вам вечера. Увидимся на канале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова